Завершается второй сезон окружного фестиваля «Театральное при Волжье». В течение прошлого года во всех регионах округа прошли конкурсы, по результатам которых были отобраны лучшие спектакли молодежных и детских театров. 27 марта в 13 часов в прямом эфире будут объявлены победители и названы имена лучших актеров и актрис. О том, как проходил фестиваль «Театральное при Волжье» в Чувашии, в нашем сюжете. Любите ли вы театр так, как любят его в Чувашии? Второй сезон окружного фестиваля «Театральное при Волжье» показал – молодежь республики комфортно чувствует себя на любой сцене. Сегодня в Чувашии 14 школьных и студенческих театральных коллективов. В 2020 году в конкурсную комиссию поступили 16 заявок. Все – актеры-любители театра, их увлечение. Но строгое жюри не давало никаких поблажек. Критерия актерского мастерства, режиссерской работы, дальше – оформление, музыкальное оформление, сценический образ. Вот по этим критериям будем, ну, так же, как профессиональные театры. Среди финалистов фестиваля – студенческий театральный коллектив «Абрикосовый сад» – победитель первого сезона «Театрального при Волжье». В этот раз они выбрали постановку по повести Герберта Уэллса «Страна слепых». Идея ее воплощения, образы, костюмы, даже свет и звук – все сделали сами. Даже если ребята не свяжут с этим жизнь дальнейшую, то в любом случае это как некий рост личностный. Он очень огромен, я так считаю. В номинации «Лучший детский спектакль» Чувашию представляет актерская школа Савельевых театральное агентство «Арслонга» с постановкой «Оскар и розовая дама» по роману Эрика Эммануэля Шмидта. К счастью, пандемия коронавируса не смогла нарушить творческие планы актеров и режиссеров. Активная часть фестиваля пришлась на период, когда ряд ограничений отменили. Поэтому встречи с мастерами сцены, искусствоведами и театральными критиками все-таки состоялись. Молодые актеры, профессионалы и любители активно участвовали в дискуссиях и временами оппонировали гостям. Ведь у каждого свой взгляд на современный театр. Такие встречи позволяют понять новые театральные тенденции, почувствовать зрительский интерес и двигаться дальше. В первую очередь я хотел бы пожелать, чтобы у них все в жизни получилось. Чтобы они прожили насыщенную, творческую, счастливую жизнь. Но если они вдруг пойдут в это нелегкое дело, в искусство, в театральное искусство или в любую сферу исполнительского искусства, будь то хореография, будь то вокальное исполнение, я буду держать за них кулачки. Спасибо.